Даша, какая смела! Субтитры делал DimaTorzok Доброе утро всем, участники семейного завтрака! Сегодня мы продолжаем традицию и знакомство с семьями учеников лицея номер 146 «Ресурс». Да, и продолжаем открывать формулу счастливой семьи. А поможет нам в этом сегодня творческая семья из могилок. Аплодисменты в студию! Знакомьтесь и приветствуйте! Аплодисменты в семью папы Денис Александровича! Аплодисменты! Аплодисменты в домашнем мальчике Мама Аляна Ильина И радость семьи дочь Амелия Ученица первого А класса нашего лицея Аплодисменты! Денис Александрович, Алияна Ильина. Скажите, почему ваше семью можно назвать счастливой? Вопрос? Можно. Потому что у нас все вещи сбываются, потому что близкие рядом, потому что мы живем в согласии, может, что-то супруг дополнить будет. На самом деле, как я правильно сказал, живем очень дружно. И в основном, в принципе, при этом мы всегда вместе, везде абсолютно, на всех мероприятиях, на всех выжихах, мы всегда проводим на время вместе с нашими родителями. И, в принципе, поэтому у нас все вещи замечательно. Спасибо. Очень убедительный ответ. И снова вопрос к супругам. Есть мнение, ничего не цементирует брак, так как совместная работа, а к любовному союзу прибавляется деловое сотрудничество. Расскажите, пожалуйста, о цементе вашей совместной жизни. Спасибо. 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 Денис Александрович за ответ. Алина Алина Алина, теперь вопрос к вам. Расскажите о талантах вашего мужа и дочки. У меня самый талантливый муж и дочь. Денис, реально, можно сказать, самый лучший муж на свете, потому что за ним я чувствую себя как за каменной стеной. И это не просто красивые слова. Это на самом деле так. По любому вопросу я могу к нему обратиться. И он является экспертом практически в всех областях, каких ни коснись. Я стараюсь всегда прислушиваться к его мнению, но, естественно, поступаю так, как считаю и нужным. Он у нас хоккеист, в прошлом мутерболист, еще играет в футбол, поэтому самый настоящий спортсмен и самый лучший мужчина. А Амелия, она у нас тоже очень талантливая. Она любит рисовать, она танцует, занимается гимнастикой. Вот еще, возможно, мы скоро начнем петь. И записались вчера в кружок по шахматам. Поэтому стараемся развиваться всесторонне, все вместе. Также в нашем развитии помогают регулярные наши путешествия в составе нашей большой семьи. Не только мы втроем, но и с родственниками и друзьями. Мы стараемся как можно больше там посмотреть. Благодарим вас за такой уникальный ответ. Теперь у нас вопрос к Амелии. На экране фотографии с домашними питомцами. Расскажи, пожалуйста, о них и о том, кто заботится о питомцах. Заботится о питомцах я, маму, папу, давай, Ники. Кота зовут Мотя, а собаку зовут Герду. Спасибо, Амелия. Желаем, чтобы твоя собака Герда и кот Мотя радовали семью как можно дольше. Мы понимаем, что им повезло с такой хозяйкой, как ты. А сейчас внимание на экран. На экране должно было быть видео, немножко технический этот сбой. А Амелия у нас уже дебютировала. Субтитры делал DimaTorzok Доброе утро, хорошего дня. Начинается первый урок для начальных классов лицея. Повторяю, начинается первый урок для начальных классов лицея. Ну, пока у нас технические неполадки. Амелия, скажи, пожалуйста, кем в будущем ты хочешь стать? Очень рад. Какое интересное хобби. Тебе нравятся очень животные? Продолжение. Твоя мечта сбылась при поддержке родителей и твоем желании и стремлении к этому. А мы продолжаем разговор. Каждая семья сильна своими традициями. Денис Александрович, Алия Анаилевна, скажите, какие у вас традиции в семье? Честно говоря, когда мы сюда ехали, не готовлюсь к этому вопросу, но сложно отделить именно традиции от того образа жизни, который мы ведем. Как мы уже говорили, мы стараемся больше внимания уделять семье, именно в широком смысле этого слова. Мы стараемся как можно чаще выезжать куда-то отдыхать с родителями. Каждые выходные у нас, так скажем, семейный сбор. У меня в инстаграме даже есть специальный хэштег для этой специальной рубрики. Она называется «Воскресный, вранженый изумрудный», когда мы все вместе собираемся и готовим какое-нибудь блюдо. Вообще разные блюда. Поскольку мы живем в своем доме, мы можем готовить на улице круглый год. Для меня мой супруг открылся с новой стороны, когда он сам проявил инициативу, начал готовить и радовать нас какими-то изысканными блюдами, а не только нашей традиционной кухни. Он часто смотрит видеоролики, как какое-то блюдо приготовить. Потом мы всех зовем и готовим все вместе. Стараемся вести, как правильно назвать, правильный образ жизни мы стараемся разделять в мусор. То есть Амелия уже знает, на какие фракции делится мусор. Мы его сдаем, все вместе, дружно собираем. Какие еще традиции можете дополнить? Спасибо, это очень здорово. И многие, уверенно, многие из нас возьмут это на заметку. Далее мы решили провести БЛИЦ-запрос. Вы должны, мы задаем вопрос, и вы одновременно должны ответить на него. И очень интересный вопрос. Дата вашей свадьбы это? 16 сентября. Очень хорошо. Мы вчера отмечали, поэтому... А сколько лет уже в вашей свадьбе? День лет. Давайте посмотрим. В вашей семье больше всего есть? Вот. Имя вашей дочери придумала? Совместно. Да. Никого выделиться не могу. Лучший выходной в вашей семье это? Воскресенье. Суббота. Расступается раньше всех? Амелия. Самое любимое животное Амелия. Кошка. Амелия погрустнела. Снова не могли определиться? И то, и другое. Это был отличный БЛИЦ, спасибо. А сейчас мы попросим вас представить вашу семью, ну скажем, лет через 30. С какой она будет? Пообщайтесь друг с другом, загляните в будущее. И мы ждем семейного ответа. Да, сроки ответствует, лет через 30. Я думаю, Амелия будет руководителем ветеринарной клиники, где он обслуживает своих животных, не давая друзьям. Мы с Холеей Наимной, скорее всего, будем жить где-нибудь за городом, просыпаться с утра и на крыльчике писька. Ну я, по крайней мере, надеюсь. Желательно еще, чтобы море где-нибудь было поблизости, и тогда прям идеальная картинка сложится. Амелия. Сложный вопрос, но по-любому будете на ветеринар прекрасным. Ну что ж, это очень замечательное видение вашей семьи через года. А сейчас у нас осталось достаточное время. Мы разговаривали с свободой микрофона. Кто хочет задать вопрос семейный? Я задержался телефон. Если вы могли бы... Всем приятного аппетита. Не стесняйся, давайте любые вопросы, даже капитальные, готовы ответить. Сидоров Артемович, 10-й Б-класс. Были ли какие-нибудь смешные, забавные случаи во время вашей семейной жизни? Интересно было бы послушать. Честно говоря, мы постоянно на чем-нибудь смеемся, но выделить что-то. Сложно. Наверное, не вспоминать. Сходу, наверное, да, будет сложно. Там, скажем, что-то происходит. И всегда можно что-то видеть. Потому что мы совмещаем местные работы, и дом, как бы, бывает и на работе какие-то интересные моменты. Бывает дома, где-то там подкаком, там все-таки строят. И без вариантов. Да, конечно. Конфеттик. Да еще, ребят, не стесняйтесь. Мы с Амелей и с Денисом приготовили для вас сладкий сюрприз. Это печеньки, которые мы вчера вечером все вместе дружно пекли. Поэтому угощайтесь, а потом хотелось бы узнать, понравилось ли вам. У меня вопрос. Начну я с того, что в этой семье есть прекрасная традиция каждую еду приглашать в гости свою классную руководительницу. И мы с удовольствием с Романом Вячеславовичем к ним ездим в гости. Денис угощает нас прекрасными блюдами своими, шашлыками, замечательными ароматами. Алия наготовит всяких вкусностей, Амелия демонстрирует своих животностей. Я хочу, чтобы эта традиция продолжалась, не останавливалась никак. И хочу напомнить, что Алия ученица нашей школы. Она закончила нашу школу «Золотую удалю». Училась в моем классе. Одна из самых интереснейших представителей этого класса. Я хочу спросить, может, ты помнишь свои школьные годы? Расскажи, что было там интересного. Как шла ваша школьная жизнь? Это был такой активный класс? Да, я вообще люблю рассказывать про свою школу. На самом деле, редко встретишь. Среди моих знакомых практически нет тех, кто любил бы школу вообще. Но мне повезло. Я попала в 146-ю школу. Я здесь училась и вспоминаю это время с большой теплотой в душе. Честно говоря, я вам завидую, потому что вы сейчас учитесь. И сейчас вы имеете возможность общаться с учителями, с руководством этой школы, которая для вас делает абсолютно все, чтобы вам здесь было комфортно, интересно. И учиться здесь для меня было большим счастьем. Не попала в класс Лути Мухаммедовне. Она самая лучшая, наверное, учительница в моей жизни. Я признаюсь вам в любви и искренне, как всегда. Вы все знаете. Да, супер традиция. Но она как раз тот кусочек традиции, о которой я говорила, что мы всегда зовем своих родственников и близких. Вас я считаю очень близким человеком, потому что вы как моя вторая мама. И учиться было очень весело, потому что Лути Мухаммедовна всегда нам устраивала какие-то мероприятия. Мы ездили в Болгар, мы ездили в Питер, в Елабугу. Честно говоря, наверное, все сейчас не перечислю. Постоянно участвовали в конкурсах. И, как правило, занимали первые места. И, наверное, львиная доля нашего успеха – это заслуга нашего класса руководителя. Про себя. Ну, про себя. Про себя же рассказывают. «Звездные дожди» у нас были очень интересные. Наверняка у вас сейчас тоже проходят какие-то регулярные конкурсы, в которых вы участвуете. Так вот, обязательно принимайте участие, потому что это такой старт и путевка в жизнь. Я активное участие всегда принимала. И это мне помогло. Это мне, можно сказать, поставило речь. Я, конечно, сейчас очень волнуюсь. Наверное, речь у меня такая. Не связанными местами. Я еще работала три года в прямых эфирах на ТНВ. Дела «Доброе утро». И вот эта вот смелость, вот этот внутренний стержень тоже, я думаю, во мне, благодаря тому, что мы постоянно где-то выступали, постоянно что-то делали, что-то организовывали. На работе тоже это пригождается. Наверное, на работе мне все знают, как отличного организатора. Но все, все докладывается в детстве, вот в школьные годы. Ваша дружба. Мы до сих пор дружим с моими одноклассниками, регулярно встречаемся. Поэтому цените время, которое вы сейчас проживаете. Берите от него все. Участвуйте везде абсолютно, ищите себя. Потому что в течение всей жизни мы продолжаем искать себя, свое любимое дело. До сих пор я задаю себе периодический вопрос. А тем ли я занимаюсь вообще? Нравится мне это или нет? Может, я еще что-то хочу пробовать? И пробую себя в абсолютно разных областях. Поскольку я сейчас начальник финансового отдела, ну, как бы, на работе, я не перестаю искать себя в другом. Я готовлю какие-то тортики, занимаюсь астрологией, ищу себя там в искусстве где-то. И вот этот поиск себя, он и в школьные годы был, и у вас сейчас есть прекрасная возможность попробовать себя определить с тем, чего вы хотите. В какой у нас вы хотите развивать? Тот же вопрос. Денису Александровичу. Как прошли ваши школьные годы? Я учился в 9-й гимназии, которая находится в Московском районе, в Московской школе. Отключился я все 10 лет в этой школе. Школа, на самом деле, тоже очень замечательная. Школьный год прошел очень, ну, на самом деле, очень круто. С иноплательством мы также сейчас на доме продолжаем и встречаться, и дружим, друг друга поддерживаем. Кто-то даже уже вместе совместный бизнес организовал. Школа, на самом деле, реально дает дорогу жизни. Толея на один край, с которым можно себя как-то найти, тебя искать. И те основы, которые в школе закладывают, на самом деле, им потом в дальнейшем все не пригождаются. Это касается темы, наверное, той же самой внешнего вида, который сейчас на данный момент прививают. Может быть, кому-то сложно, кому-то там не нравится. Но, на самом деле, это большой зазор на будущее, потому что, если человек опрятно выглядит, его, соответственно, везде очень хорошо принимают. И понимают, что человек, если внешне будет очень опрятно, соответственно, он в жизни ведет свои зла аналогично. И, соответственно, как бы дисциплина. Также, ну, я считаю, что школа, непосредственно класс, в котором человек учится, это команда, на самом деле, то есть не каждый сам для себя. Это большая команда, которую должна поддерживать. И благодаря командной, как бы, скажем так, игре, можно, мне кажется, добиться своего успеха. Потому что, работая сейчас в компании, у меня, скажем так, есть тоже, можно сказать, свой класс, 40 человек, причинение, от которых я требую, как бы, опрятностей и призываю всегда к дисциплине. Потому что, благодаря самодисциплине, мне кажется, можно добиться любых абсолютно успехов, как бы, и получить абсолютно... Спасибо большое. И я бы сама хотела задать вопрос, будучи выпускникам нации номер 146, что помогло вам найти свой путь в жизни? Вам определиться с университетом, найти свой путь? Вам помогла школа или родителей, или через череду проб и ошибок? Наверное, я начну, потому что мы с Алией и Алиной, на самом деле, немножко по-разному путям шли. Закончил школу я в 2006 году, и в этот школу я поступил в институт по названию ТИСГЭ. Татарский институт соотечественного бизнеса. На самом деле, рос сам так, я немножко без участия родителей, то есть полностью сам, как бы, по всем ошибкам, сам так прошелся. Школу я, честно скажу, закончил не очень хорошо, но в институте ко мне, к счастью, пришло осознание. В институте я уже закончил отлично, потому что понимал то, что это зазор на будущее, и если где-то я сейчас немножко упущу время, то, соответственно, мне потом это очень тяжело нагнать. И когда я уже учился в институте, на третьем курсе я начал уже работать. Честно скажу, работал я в следственном органе, в следственном комитете Российской Федерации, и год я отработал абсолютно бесплатно. Я просто понимал то, что это очень хороший потенциал на будущее, и есть возможность получить очень хороший опыт. Работая на четвертом курсе, мне уже сделали предложение в крупной компании «Московский», где, ну, понимал, что у меня уже есть опыт, хотя даже я не закончил еще институт. И на пятом курсе я уже акционально работал в торговости из пятой отдела групп в «Пятерочке». И, соответственно, я понимаю, что, ну, наверное, большой паск, наверное, картин, то, что ни в коем случае нельзя терять время. И, наверное, все думают, что закончить нужно школу, потом быстро закончится институт, и можно устроиться в университете на очень хорошем работе, на хорошие деньги. На самом деле это все неправда. Нужно начинать, скажем так, как Алина, наверное, сказала, искать себя. И даже если будут варианты где-то просто набраться опыта, даже если это будет бесплатно, на самом деле это вам потом принесет гораздо больше возможностей, гораздо больше потенциала в будущем. Поэтому постоянно нужно пробовать и всегда очень ответственно выполнять любую поставленную работу, либо поставленную задачу самому себе, если вы будете не думать самостоятельно где-то развиваться, как управление. И, ну, не смотреть на то, что где-то кто-то может что-то делать легко, скажем так, у кого-то, вот, как вы сказали, вопрос про родителей. Ну, мне кажется, придет время, когда нужно будет и родителей уже, как бы, обеспечивать, так как они сейчас, ну, там, как вам тоже помогают. Поэтому нужно надеяться непосредственно на себя и, желательно, как бы, работать, трудиться, наверное, в какой-то очень хорошей команде для того, чтобы идти в обществе. Я немножко, наверное, дополню. Добиваться успехов помогает командная работа, я согласна. Командная работа, в вашем случае, наверное, это участие ваших родителей в вашей жизни. Да, надеяться нужно всегда на себя, но старт, какой-то фундамент закладывается все равно в семье. Семья пришкола, еще раз повторюсь, цените, пожалуйста, место, где вы учитесь, потому что я свою школу очень люблю, я ею дорожу, я радуюсь тому, как она развивается. С удовольствием прихожу сюда, смотрю, как изменилось, радуюсь за вас в том числе. И все вместе, получается, в команде работы, семья, плюс родители, плюс ваш обязательно большой вклад, тогда, если все это сложить, тогда вы обязательно добьетесь тех целей, которые вы себе ставите. Вот. Я на весь вопрос отведу? Про институт. А, про институт. Я училась в Казахстанском государственном университете, который сейчас именуется КФУ, на высшительной математике и кибернетике. То есть я по образованию математико-экономист, плюс программист. Мне очень нравилось этим заниматься, я даже писала на нескольких языках программирования, мне это нравилось, но в итоге я все-таки не стала этим заниматься, это не стало делом в моей жизни. Повторюсь, я много где себя пробовала, телевидение, параллельно с работой. То есть мне везде нравилось, и я всегда стараюсь делать то, что нравится. Вы, наверное, тоже надеюсь. То есть если вас кто-то чего-то заставляет делать, вы не получите того удовольствия от жизни, наверное, которое смогли бы получить, если бы вы занимались своим любимым делом. Поэтому, ну, чтобы определить любимое дело, вам нужно все чуть-чуть попробовать. Вот. Институт тоже, конечно, хорошая база, но вы должны ответственно подойти к выбору и выбрать именно то направление, которое вас цепляет, которое вас зажигает, от которого у вас у самого мурашки. Я поступила в три направления. Это ВНК, дизайн, как ты был тогда в факультете, я не знаю, как он сейчас называется, и АСУ, тоже там автоматизированная система управления. То есть, ну, как бы, несколько направлений, и в итоге пришлось сделать выбор. Я пошла по стопам мамы и пошла на математику и программирование. И ни о чем не жалею, мне в жизни это пригождается. Знание основ программирования, даже сейчас в моей работе, помогает моему отделу быть впереди вообще по всей России, среди таких же отделов. Мы делаем такие штуки, но я вас не буду погружать, которые помогают нашей компании эффективно расходовать свое время. То есть, мы уменьшаем вот эти все циклы рабочие и делаем такой продукт, который помогает все вот эти цифры, которые анализируются, привести к удобному, лаконичному, красивому, законченному виду. То есть, по кусочку, по кусочку, из каждой области, которая вам интересна, вы можете, ну, собрать себя, так скажем, и уже идти в том направлении, которое вы методом проб и ошибок выбираете. Спасибо за такой открытый ответ и расширенный. У нас технические повадки отошли, поэтому всем внимания на экран. Он мне нравится. Такой экономичный. Перед ним невозможно устоять. Эту дверь хочется открыть. Стильный, энергоэффективный, знаменитый. Холодильник «Позис». Легенда российского холода. Амелия, ты так прекрасно смотришься на экране. Расскажите, как она попала в этот интересный видеоролик? Ну, честно говоря, когда Амелии, по-моему, еще двух не было, я везде пыталась ее накопить. То есть, мне самой нравилось ее снимать, пока была в декрете, я съемками еще занималась. Ее снимала, еду снимала. И тут периодически мне попадались в интернете объявления в каких-то кастингах. Поскольку моя жизнь была долгое время связана с телевидением, я знала, что это очень интересно и надеялась, что ей тоже понравится. Мы вдвоем снимались для ролика Меги. Я, к сожалению, его у себя в архивах не нашла. Видимо, куда-то он затерялся, но я обязательно найду. Там мы снимались не вдвоем, ей было, по-моему, три. Мы периодически участвуем в мастер-классах для фотографов в качестве моделей. И в этот ролик нас позвали. То есть, здесь мы не участвовали в кастинге. Просто оказались уже в базе, поскольку периодически где-то участвовали. И нас позвали, пригласили. Амелия очень устала, я помню, в тот день. Там было столько дублей, потому что в течение съемок там даже сценарий менялся. Вот, и, возможно, ты хочешь тоже рассказать, нравится тебе или нет, сниматься в роликах, в рекламе. Мне нравится сниматься в телевизоре. Да, она всегда ждет, когда же меня в телевизору покажет. Мама, пусть меня в этул покажут, я очень хочу. Я думаю, что у нее все получится. Главное – желание. Ребята, есть вопросы? У нас еще достаточно времени. Вчера, не можно? Да, тогда у меня вопрос. Я смотрела на сряду, готовилась. Я, в принципе, практически много о вас уже знаю, но сейчас мне хотелось бы узнать немножко о Амелии. Она первокласска, первая класса, полного дня у нее жизнь кардинально изменилась. Скажите, пожалуйста, как это внесло, какие коррективы в вашу семейную жизнь? Вы почувствуете вообще, что дочка первоклассница? Расскажешь? На самом деле, вчера мне знакомый позвонил из границы, спросил, как у нас дела, и способы мы пошли в школу. Он говорит, ну, слушай, этот крут, первый класс, наверное, кардинально поменялось, честно, наверное, надо было в школе. Мы сильно не почувствовали, прям вот то, что у нас сильно что-то в жизни поменялось. На самом деле, ну, мы не так нахожуду, мы стали вставать раньше, теперь на работу приезжаем пораньше, как бы, а в целом Амеля, ну, настолько очень быстро влилась, настолько классно ее здесь контакт встретили, и все удобно в резонку, что мы, на самом деле, сильно не почувствовали, и она теперь нам просто больше рассказывает, что интересно у них в школе, в классе происходит, что они делают, чем занимаются. У Амели появились уже новые друзья, вчера уже даже ее пригласили в гости. Вечером даже мы ее из школы не забирали, она уже ходила к своей подруге. Вот, поэтому, ну, на самом деле, очень все здорово. Амелия, чем ты занимаешься в первом классе? Расскажи немножечко секрет для работы. Мне просто очень интересно, потому что этот проект у нас родился 10 лет назад, и интересно первое впечатление в двух недель первоплашки из класса полного дня. Ну-ка, расскажи, чем занимаешься целый день? Ты целый день здесь или пораньше ходишь? Целый день. Вот здесь очень многие ходят пораньше. Расскажи, чем напомнил твой день? Радостями и весельем. Стесняемся немножко. Я тоже, наверное, дополню, раз Амелия пока стесняется. Она всегда рассказывает, что она ела. То есть, кстати, такого не было. Иногда мы даже не могли добиться от нее правды. Она путалась в показаниях. Здесь она четко помнит, что она ела. Успела, не успела. Очень переживает, что не хватает времени, все, да, есть. И говорит, мамочка, я вчера котлету не доела. Прости меня, пожалуйста. Такая вкусная была. Вот я иногда сама ей завидую, потому что я люблю еду, которую готовят в столовых, а здесь, тем более, ресторан. Вот. То есть она нам все рассказывает. Ей очень нравится ее учительница, да, Ксенка? Ксенка Александровна. Ксенка Александровна. Да, она очень довольна. А мы очень довольны, что ей здесь нравится. Она рассказывает, что они играют в игры. Какие игры вы играете? Возвольные. Да, ну, в общем, здесь находятся занятия на любой вкус. И нам очень нравится, потому что достаточно плавный был переход от садика к школе. Тоже полный день. Учитель всегда на связи. Мы всегда рядом. В общем, спасибо вам большое за такой проект. Класс полного дня. Честно говоря, никто не верит. И с друзьями, если мы делимся впечатлением, что у нас ребенок здесь спит, при разно ест. Она спит. Она спит. А сам ты не спишь? Да. Видимо, один день спит, другой день просто с закрытыми глазами лежит. Мало кто знает, что такое вообще возможно. Но мы всегда рады рассказать. Я у себя освещаю в Инстаграме о том, как классно у нас в школе. И многие уже интересуются на будущее, те, кто еще не пошел в школу. Поэтому ждите тех, кто придет от нас. Александр, я, кстати, да, вот многим знакомым рассказываю, потому что многие дети пошли в школу. И вы, наверное, отдали какую-то частную школу коммерческую, где там маленький класс. И там ребенка привел и как-то забыл про это. Я говорю, нет, был основатель в школу, которая находится на квартале. И просто очень все грамотно организовано. И все начинают сразу интересоваться номер школы, где находится. Принцип работы вообще в школе. Все полностью мы рассказываем. Я думаю, на следующий год, на самом деле, будет очень много заявок. Как минимум, два раза, наверное, точно. Нет, но заявок у нас всегда много. Я думаю, прибавится точно, наверное, там однозначно. Чтобы Америя не скучала, к ней еще один вопрос. Как тебе твоя учительница? Какая она? Я хорошая. На этом все, да? Мне понравилось. Ну ладно. Коллектив «Лицей-146» ресурс желает семье Исмогиловых благополучия, счастья и бесконечное чувство радости от каждого минуты общения друг с другом. Спасибо, что разделили этот семейный завтрак с нами. А теперь приглашаем всех сделать общую фотографию. Мы смещаемся к столу. Спасибо.